МОСКОВСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АКТЫ Упоминают о пребывании хана в крепости Кыргьер, ныне Чуфуткале. Донесение московского посла от 1492 года указывает на крепость как на более или менее постоянную ханскую резиденцию. Ханский дворец находился первоначально в долине Ашлама-Деле. Однако долина эта со временем стала тесной для ханского двора и войска. Решено было обосноваться в более удобном месте, и резиденция правителя переносится из ущелья на открытый берег речки Чулюксу, в более просторную долину. Площадь, ныне занимаемая дворцом, более 4 гектаров. Но во времена правления хана Сахиба Гирая I она была еще больше. К ограде и западным воротам дворца прилегали, как неотъемлемая часть дворцового комплекса сады, давшие имя городу Бахча-Сарай. Слово крымско-татарского происхождения. В переводе означает «дворец-сад» или «дворец в саду». За садами находился дворцовый луг, на котором паслись ханские кони, а за ним у подножия глинистого холма было большое городское кладбище. Собственно, дворец – жилище властителя. Был окружен обширными садами с юга, многочисленными корпусами гарема и помещений для челяди с запада, костевыми залами с надворотной башней с севера. С восточной стороны – большая ханская мечеть, при ней медресе, и фамильное кладбище Гераев. За ним разные служебные постройки, конюшни. Слева от наружных дворцовых ворот, во втором этаже, помещалась ханская стража, КП Улу, а в нижнем – лавки, выходившие на улицу. Помещения для стражи соседствовали с ханской мечетью. Большая ханская мечеть, или ханджами, прямоугольное двухъярусное здание, вытянутые с севера на юг, крытые четырехскатной черепичной крышей. Главный его фасад смотрит на речку Чурюксу. В архитектуре этого здания заметны черты османского искусства. Тип постройки базиличный, в плане слегка продолговатый четырехугольник. Снаружи, с запада и востока, открытые галереи с аркадами. Внутри мечети, с трех сторон, хоры, балконы, поддерживаемые колоннами. С них две крутые винтовые лестницы ведут вниз. С правой стороны, в глубине второго этажа, находится ханская ложа, богато отделанная фаянсовыми плитками и росписью. Вход в нее отдельный, с наружной крутой лестницы. Низкая распластанная крыша, как бы пригнетает здание. И только два стройных минарета, вырываясь из грузного массива мечети, стремительно взлетают к небу. Тонкие стенки минаретов выложены из штучного камня. Внутри мечети никаких украшений. Лишь на южной стене, высоко над Мехрабом, сияют яркими пятнами цветных стекол два небольших окна. А внизу под ними окна побольше, с решетками, оплесенными изумрудно-зелеными листьями винограда. В 1740 году мечеть, судя по всему, была капитально отремонтирована. Фасад ее, выходящий на речку Челюксу, расписан под мрамор-умером. Наличники окон и дверей. Тот же художник мастерски выполнил каллиграфические надписи на западной стене мечети. В прихотливые декоративные узоры, непринужденно вписаны из речения из Хурана. Рядом находится ханское кладбище, Мезерлэк. Монументальные два мавзолея 17 века. В плане они почти точно повторяют восьмигранную форму древних дюрьбе, мусульманских мавзолеев. Купола мавзолеев тяжелы. Застывшие объемы лишены каких-либо членений. Поэтому постройки кажутся грузными. На дворцовом кладбище похоронены 16 ханов. Прочие захоронения – могилы их родственников и приближенных. Самое раннее погребение – 1592 года. Могилы украшены чалмою, воинскими атрибутами и печатями Соломона. Во времена крымского ханства печать Соломона использовалась также и крымскими татарами. Судя по постройкам Бахчисарая, печать Соломона была в большом почете. Существуют две версии заимствования крымскими татарами печати Соломона. Например, известный крымско-татарский ученый Усман Акчокрахве по этому поводу писал, Что цитирую? «Среди тамг встречается и тамга формы шестиконечной звезды, известная у татар под названием печати Соломона. Но если учесть, что такое начертание тамги встречается в некоторых местах, на надгробных памятниках, воздвигнутых на могилах хаджи и мул, то мы придем к заключению, что форма эта заимствована не из дальнего, а из Ближнего Востока. Такой же формы знак имеется среди стенных орнаментов бывшего ханского дворца в Бахчисарае и на надгробных мусульманских памятниках эски Крыма и эски Юрта». Конец цитаты. Согласно другой версии, печать Соломона была заимствована у Хазар, которые, как известно, были предками крымских татар. Рядом с кладбищем одно из ранних сооружений, но по всей вероятности не дворцовое, а сугубо городское и лишь позднее, как нам кажется, включенное в дворцовый комплекс. Речь идет о бане Сары-Гузель, сооруженной, как гласит надпись, в 1532 году. Мощное квадратное в плане здание возведено по типу турецких бань. Бани эти служили не только для мытья, но и были местом отдыха и развлечения. Перед каждым отделением имели скрытые дворики с фонтанами. В помещениях нет окон. Свет проникает через отверстия в куполах в виде звезд и полумесяцев. Под полом в подвале устроено было отопление. Горячая и холодная вода подавалась по свинцовым трубам. Горячий воздух и дым согревали все здание. Баня функционировала до 1924 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok